Инна Андреевна, добрый день, спасибо вам за полезную информацию. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, оперирует язвенный колит толстой кишки? Оперирует, если неэффективна консервативная терапия. Самым распространенным показанием к удалению части, либо всей толстой кишки у человека, который болеет язвенным колитом, это неэффективность гормональной терапии. Если человек получает гормоны в течение длительного времени и не наступает ремиссия, либо ремиссия кратковременная и частое обострение, если это особенно молодой человек, то для того, чтобы уже избавить его от необходимости постоянного приема гормонов, которые еще и неэффективны, тогда рассматривается вопрос о возможности удаления этой толстой кишки, для того, чтобы человек мог жить уже нормальной жизнью без таблеток. У вас неудачные операции были? Разные операции бывают. Хирургия – это, к сожалению, не всегда 100% хороший и эффективный способ лечения. Бывает, обращаются пациенты уже с рецидивами. И таких в нашей клинике очень много. Они приезжают со всей страны и даже из других стран. Рецидив – это когда опухоль начинает расти опять в том же месте, где она росла раньше. Чаще всего это связано с неудачной первой операцией. Где-то в других клиниках, где их выполняют, невозможно было удалить опухоль радикально, либо как-то не совсем адекватно были применены хирургические методы для ее удаления, и часть опухольных клеток осталась, и через какое-то время опять она начала расти в зоне операции. Вот когда мы имеем дело с рецидивами опухоли, конечно, лечение всегда гораздо менее эффективное, чем лечение первичных опухолей. Бывают и неудачные операции, бывают у пациентов послеоперационные осложнения. Сейчас очень много людей, которые перенесли ковид, либо могут заболеть ковидом в послеоперационном периоде. Еще поэтому я очень рекомендую всем делать прививки, потому что, не дай бог, кто-то заболеет, и иммунитет на этом фоне очень сильно снижается, и заболеть в послеоперационном периоде ковидом – это очень высокая вероятность летального исхода просто из-за того, что организм не справляется с такой сильной нагрузкой. Сама по себе операция – это очень большая нагрузка, а ковид на фоне перенесенной операции – это просто какая-то сумасшедшая нагрузка. Для этого должен быть организм богатырян, чтобы пережить это. Поэтому разные бывают ситуации. Бывают послеоперационные осложнения. Вероятность несостоятельности анастомоза, то есть того места, где сшивают кишки друг с другом, она на самом деле достаточно небольшая, около 5%. При раке прямой кишки до 10%, но тем не менее она есть. И бывают люди, у которых, несмотря на все предосторожности, несмотря на аккуратно выполненную операцию, но есть какие-то внутренние факторы. Например, у курильщиков вероятность того, что место, где кишки будут сшиты, что-то там пойдет не так, и получится какая-то дырочка, она выше, потому что у курильщиков чаще выявляют атеросклероз сосудов, а значит это место, где кишки сшиты, меньше получают кислорода и плохо срастается. У людей, у которых сахарный диабет, тоже чаще получаются послеоперационные осложнения. Нагнаиваются раны после операции. В общем, разные бывают ситуации, но чаще всего, конечно, исход лечения удачный.